Игорь Черский Канал Минвин и прекрасный Данила Рукин Сеть заведений Бадди Макденилс Одно из них это рюмочная Довлатова, где мы сейчас снимаем А есть также ирландские пабы И собственно есть сайт Бадди Макденилс, где вы найдете все адреса всех заведений Но я вам рекомендую подписаться на телеграм-канал Бадди Макденилс Данила, скажи почему? Потому что там можно выиграть приз Да, там можно выиграть 5000 бонусных баллов Каждый бонусный балл означает 1 рубль И этими бонусными рублями вы можете оплатить прекрасную еду и закуску Я думаю, что на двоих можно очень хорошо посидеть В любом из заведений сети Бадди Макденилс А Юля сегодня пришла у нас не просто так Я как снегурочка, я с подарками Ты же Дед Мороз у нас? Да, 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 да Борода у тебя как-то сегодня немножко поредела, но ничего скоро Она еще не отросла Друзья, дело вот чем Юля, она у нас еще и винный амбассадор Это человек, который ездит везде Вот где много-много вин И у нас есть замечательная сеть фестивалей виноград И вот она нам сейчас расскажет, что это такое А заодно поделится тем, что она оттуда прихватит Так скажем, уловом с винограда Уловом с виноградом, да Который я для вас подготовила и привезла На самом деле, да, я участвую в фестивалях виноград В этом году уже было 4 города Она по Великий Новгород, Псков и вот сейчас только что Уфа закончилась И я там много чего делала Первым, по-моему, разрешила? Нет, первым, это нет Первым грядет, нет? Нет, все, 4 винограда Все, прошу прощения 4 винные ярмарки, 4 винных фестиваля И на этот год мы завершили Я туда ездила, ввела там винные зарядки, винные медитации Винные медитации, кстати Потом дегустируем, очищаем рецепторы У меня точно такая же медитация Нет, мы не сначала пьем, потом ложимся И лежим, и медитируем Нет, я сейчас расскажу, как у шеф-повара Винная медитация проходит У меня папа все время говорил, что от алкоголизма Бороться бесполезно С ним надо научиться жить Создать себе правила и их использовать У меня, допустим, правило, я никогда не пью Раньше восьми часов вечера Ну, исключение только для наших зрителей Железная воля А мы не пьем, мы дегустируем Да, я понял, я говорю, совершенно правильно После восьми вечера, пожалуйста И никогда не пью до двенадцати ночи То бишь, до двенадцати ночи я должен перестать пить То есть, короткий промежуток с восьми до двенадцати надо успевать И вот, когда ты в пятницу это сделаешь У меня в субботу начинается винная медитация Я целый день медитирую Жду восьми вечера А, не знаешь, чем себя занять? Нет, знаю Я уже хожу, придумываю, что я буду есть Чем я буду закусывать Ну, это не то Это не винная медитация Винная медитация, по-другому Реально сидим, дышим Ну, я все жду, дышу, жду Ди ко мне, Данила, посмотри, что такое на самом деле винная медитация С удовольствием Так, друзья Но мы вернемся к винограду Мы вернемся к винограду На самом деле, в моих группах в телеграм-канале Я вас призывал сходить Вот в Уфе был замечательный виноград Там чуть-то больше миллиона людей там посетило Три раза больше предсказуемо купили вини В общем, огромный успех Рождал страну, что тебе удалось что-то оттуда выходить Давай расскажем про первую бутылочку Что у нас там Да, давайте открывать уже Давай, давай Кто у нас тут? Я открою Я расскажу Подожди, подожди, открывай, сначала почитать надо А, это Игорь у нас Это вино от Инкермана В общем, Кокур белый зеродазаж 2023 года Да, вы, наверное, хорошо знаете винодельню Инкерман Но вряд ли вы хорошо знаете Кокур зеродазаж Потому что обычно все мы любим брюты Брют это такое, мне кажется, стандартное, классическое вино Зеродазаж, это значит, оно более кислое, более кислотное Там еще меньше сахара, да И кто-то сейчас может сделать так, поморщиться, да На самом деле Я уже поморщился На, 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 это зря Я тебе скажу, смотри, нет, я внутренне тоже поморщился Обещаю, почему, недавно у нас с Василием Подожди, на слепой негустации была Олег ГТ от Инкермана Которая оказалась очень слабого Но пока ты говорила, я читал контр-этикетку И прочитал удивительно прекрасные слова О том, что изготовлено по заказу Инкерманского завода А изготовитель золотая балка А золотая балка, это гарантия качественной золотой балки Плохих игристов не бывает Оно свеженькое, оно, соответственно, какого-то там 23-го года 23-го года, да, спирта 1,5-13,5 Вот, экстра брюн, да, сейчас, я думаю, заценим И я думаю, что он Вам понравится Я за что его люблю, за то, что это, это кокуры Мне нравится очень этот сорт Это автохтонный сорт, который можно найти, пожалуй, только в Крыму Потому что это автохтонный, это что? Это сорт, который вот эндемик То есть он характерен только для одной местности И он мне нравится тем, что он, опа, доброе утро, добрый вечер, добрый день У кого там что? Красавчик Сташ, кусаш Он такой, вот сюда Он такой яркий Он такой, знаете, вот как лимонадик прям И очень, очень он подходит для классного летнего дня Ну, или даже утро Или даже утро? А, хотя, да, нет, Данил, ты не пугаси Дело в том, что одним из первых экспертов моего канала Был и есть Денис Руденко Вот, замечательный преподаватель винных школ Вот, который говорил, что вот утром после всех этих возлияний Самое лучшее это брюдо Начинать утро с брюдо Интересно, как после него остановиться? И не перед, ой, слушай, даже если у вас не было накануне никаких возлияний У вас просто суббота или у вас просто отпуск Вы можете себе... Или вы просто нигде не работаете, как я Или вы просто Игорь Черский Всегда у вас утро в любое время дня Вот смотрите, грянется тоже 7 дней в неделю Это игристое, сделанное по технологии, по той же самой, что делает Просека Поэтому здесь мы видим такая шикарная пена, такие крупные пузырьки Ну, кстати, достаточно такое простое игристое То есть не надо, это, конечно, не шампанское Оно такое вот Вот знаете, надо там когда напоить большую толпу Свадьба, корпоратив, день рождения Это подойдет Я сейчас задам такой вопрос, который экспертом просто самоздороваться перестанет Но очень многим зрителям интересно, чем отличается иглистое вино от шампанского Ой, а нужно просто зайти на канал Минвин, Министерство вина В котором я подробно рассказываю Есть видео «Метод Просека» Я там рассказываю, что такое Просека, как его делают и какие есть аналоги в России Что такое шампань, что такое шампанский метод и все такое Мы заходим, смотрим, изучаем, ставим лайки Данил еще не подписан Ой, как стыдно должно быть Нет, я подпишусь Но за Минвин За Минвин За прекрасный Минвин Спасибо, давайте пробовать И застыд А как же лимон? Первый это вообще лимон Лимончик Ну мне первый вот желтый яблок На мне виноград А тебе виноград Ну хоть не спирт уже Давай попробуем Кстати, я всегда определяю У меня категория алкоголя Если воняет спиртом, значит дешевый Смотрите, видите, как много пузырьков Вот их прям очень много Яблоки, да Яблоки, причем не зеленые Яблоки такие Желтые яблоки есть Желтые такие На то сегодня, когда яблоки уже цветут Осенью пахнет Когда яблоки падают Тут пахнет Да, да, да Вот это вот Это же, вот люблю я кокурж Это кокурж, да? И она почему-то меняет запах Вот чуть-чуть больше раскрывается Тем больше меняет запах Вкусная вещь Что скажешь, Данил? Сейчас я еще не пробовал Ну вот для меня это, как я и говорила Лимонадик Вот берем какой-нибудь буратино Из него убираем сахар Получается вот Для меня, скорее, шабл Я бы не сказал, что оно сухое Прям сухое Вот, вот О чем и речь Мы все боимся, что Если беру дозаж То будет вообще катастрофа Нет Отблюдо он отличается совсем немножко И плюс за счет того, что у нас Кокур Кокур очень ароматный Ароматический соль Да, согласен И за счет этой ароматики Мы не чувствуем, что это Я сама с собой такая сижу просто Я могу Пожалуйста, пожалуйста Просто мужичок С легкими оттенками шарлотки, я бы сказал Да? Да Ну да, вот таких вот уже Полежалых яблок Вот лежалых таких, да В общем, для меня Зеро дозаж Я когда брала это вино Пробовала вот как раз Первый раз на винограде Даже еще не в Уфе А на каком-то другом В Великом Новгороде Я его попробовала на винограде впервые Думаю, вообще удивительно, что инкермант Делает такое вино Потому что обычно Массандра инкерман Все-таки Ну для меня ассоциация какая Это такое вот что-то плотное Насыщенное Сладкое Вот из Советского Союза Все-таки Правильно, конечно А тут у инкермана Я попробовала вот эту Какой зеруда Саша инкермана Ну быть такого не может Потому что просто не может быть И вот такая вот история И в целом не зубодробительная Мне кажется Кислотность А так очень все нормально Спокойно Похожа на брюд Поэтому Я всегда всех призываю Ну можно попробовать Ну я могу сказать, что Взять на толпу и попробовать Да, но Я могу сказать, что Почему вот это вот Именно брюд пугает Потому что Человек Советского Еще времени Полусладкое Советское шампанское Другого не было Ну привыкли, да Привыкли на стол Ядюшки Микоя там Для нас сделал вот это вот Не надо это пить Не столько сейчас Вариантов разного Сейчас не надо А мы и не предлагаем Я просто Я просто сравнил Почему иногда Отпугивает слово брюд И когда приходишь в магазин Взять шампанского Ходишь и плюешься Потому что стоят Огромные стеллажи Палеты И везде Брюд, брюд, брюд Брюд, да что Где же полусладкое Это уже Да не надо А потому что Я, допустим Как советский человек Шампанское покупаю Только на Новый год Я не советский человек Совершенно Просто привычки У нас такие С детства Так надо отвыкать Уже мы в 21 веке Здравствуйте Заня, тебе просто не повезло Ты не встретил Вовремя Дениса Руденко Или хотя бы Или хотя бы Юлю Я тебе Юлю привел Так, ладно Давайте двигаться дальше Вот вторая бутылочка Меня очень интересует Это тоже Игристое вино Да И пора ее открывать Это Подожди Я сначала Повторяю Этикеточку Да Потому что смотрите С одной стороны Я обнаружил вот здесь Маленькую надпись Фонагария Хотя на этой этикетке Это какой-то брюле Каберне пранк Брюль Это фонагария Конечно Это производитель фонагария Фонагария Надо сказать Не во всех виноградах Участвовала Она не принимала участие В винограде В Уфе Но она была Например В Анапе В Великом Новгороде Что-то я уже не помню Кто там был Но точно Мы в Анапе С ними виделись И мне нравится Это вино Тем более Что это вино Это брюль Но это вино Сделанное Из красного Сорта винограда Из каберне франа Это один из моих Любимых сортов Каберне фран Из красных Поэтому Мне это вино нравится Спирт 10,5 12,5 Дата розлива 16 винаря 24 Смеженькая Можно открывать Давайте Пожалуйста Я чуть-чуть Пока мне дали говорить Пока я открываю Да Со мной это сложно Вот Ты не предупреждал Закончил свою мысль По поводу шампанки Что в большинстве своем У нас нет культуры питья шампанского Вот в чем беда У нас люди в большинстве своем Шампанское покупают Как цветы на стол Чтобы просто было А чтобы просто постояла Для красоты Артефакт такой В Новый год чокнутся Причем даже не допивает Даже новогодняя бутылка Потом выдохшаяся утром С подкишим оливье съедается Блин Я не знаю Что это у вас за русские такие люди Я с другими живу И обитаю У меня все любят Понимаешь Я тебе объясню Понимаешь Не понимаю Нет А я тебе объясню Мы просто страшно далеки Мы от народа Я тоже такое верю Что я 6 лет уже веду Образовательный алкогольный канал Все там все рассказывают Вот А люди мне пишут Вот А вот это полусладкое Там оно хорошее Оно ужасное Стоит Я думаю Ничего Взял на пробу Понимаешь То есть нам эту инерцию мышления Преодолевать У нас вины Культуры нет И пока у нас будет запрет На рекламу алкоголя Любые какие-то Информационные ресурсы Алкогольные Получается Мы людей не даем просвещать И они спиваются И они пьют Не пойми чего Потому что я очень долго И много жил В Европе И за границей И у них есть культура Питья вина И у них это есть Такой как называется Порок счастья Его называют Порок счастья Порок К Или порок Г Важный Извините Я не поняла Пороже А слово пороже Вот Это значит Когда ты напиваешься До определенной дозы Когда ты счастлив А не когда тебя тянет На приключения И когда он тебя пропадает Ты еще выпиваешь Чтобы опять к нему прийти И ты все время На кайфах Не пьяный И не трезвый Такой Как у нас На легком веселе Так у нас это легкое весело За столом Проходит в течение 20 минут И дальше А у них Они все время Вот эту норму Этому надо учиться Не ставим Поближе к себе Их подвинь Я совершенно согласна Кстати Я сейчас Этим летом Ездила В Европу И снимала Там в том числе На виноградниках Италии И Франции Опять таки Можно прийти В Минвин И посмотреть На прекрасный Виноград Невероятно Офигенные Виноградники Франции В том числе Пробую вино За 500 евро Спойлер Это пипец Как вкусно Я прям вижу Что там люди Все время Потихонечку Где-то Цедят вино Вот там чуть-чуть Здесь чуть-чуть И никто пьяный Не ходит Все трезвые Просто такие Все Вот это у них Называется Порог счастья Особенно в Италии Это вообще Так давайте Обсудим Клубничные Прекрасные Нотки В аромате Каберная Франа Я напоминаю Данила Что мы ощущаем Слушай пока ничего Надо чуть-чуть Подышать Прямо Сначала В нос Смотри Данила Можно вот так Немножко покрутить И оно будет активнее Я даже игристая Так Мы с Игорем Недавно Пиво дегустировали Он тоже все время Крутил Я говорю Перестань Это делать Ааа Серьезно Пиво крутил Ну привычка Ну что Ладно Я иногда В супермаркетах Вижу Когда Вот сразу Можно узнать Молодого отца Потому что Она очень Эти в кассе Качает Эту Телезку Телезу С продуктов Разговаривать По телефону Качает Эту саму Продюсер Ну вот Чуть-чуть Груша Мне Как-то Вот привидел Такая Молодая Терп Такая Вот Молодая Молодая Знаешь Когда Вот У меня Сразу Силой Груши Тоже Замаячил Но Мне Башку У них Колумника Но сильно Сильно Спелая Колумника Так А мы даже Дажданечок Чувствуются Профессионально Дегустация А женщина Можно Ну давай За даму Можно Все За красоту За присутствующую Среди нас Красоту Так Я прошу прощения Ну здесь Совершенно ягодный Морсик Мне кажется И С кислинкой Кислинка Конечно Это же у нас Все-таки Блюд Поэтому кислинка Никуда Не уйдет Это брюля И Вот Это вот Линейка Брюле Там несколько сортов Я если честно Все не помню Но для меня Это крем-брюле Нет ни у кого Никакого Сливочный Клубничный Брусничный Морс Вот смотрите Нет сейчас Объясниру Газированный Сливочности Здесь нет И быть не может Потому что Это тоже Аля Просекка Тоже Такой же Метод Поэтому здесь Особо Не может быть Такого Вот прям Вот как В шамплане Булочка Еще Такого Но вот Оно знаете Для меня Как крем-брюле Оно такое Как бы сказать Вот есть Нормальное мороженое А есть Крем-брюле В смысле Есть Понятное Сливочное А есть Какое-то Немножко Другое И вот Для меня Это вино Есть тоже Белый брюк А есть Какой-то В карамель Уходит Вот еще Что-то То есть Как брюле Не как Сливочное Может быть Барбаристский Монпассиэ Чуть-чуть Только Не сладкие Сколько стоит Это чуть подороже По-моему В районе 700-800 Но надо проверить Сейчас могу Собрать Нет Тебе нет Нужды проверять Я объясню Почему Пока я открываю Следующую бутылку Потому что У нас есть группа Можно брать Что это такое Объясняю Значит у меня При канале Существует чат Где люди делятся Тем что они Попробовали Если они делятся Грамотно То есть они Выкладывают фотографию Либо фотографию Вина на полке Либо фотографию Всегда на столе И прям под ней Тут же Вот одним постом Пишут Вкус-аромат Где купил Почем купил Очень удобно С адресом Да И я это сразу же Отправляю в группу Можно брать Там нет Там только карточки Разных напитков Которые у нас были И это получается Двойная проверка Потому что Мы попробовали Потом зрители Попробовали И они написали Свою вовлю Так что Обязательно подписываюсь Обязательно Пользусь Такую возможность Сами заполнить Эти карточки Всем принесете Вовлю В том числе И себе Слушай Ну пока Мне нравятся Оба Пока нет Такого Что я бы сказал Фуловый шмурдят Нет Извините Пожалуйста Я что Сюда шмурдят Принесу Вы прям как Вот эти самые Люблю вас Я просто сказал Как чайки сразу Я просто сказал Я могу сказать Или Можешь Можешь Нет Или потом будут говорить Что мы все проплатили Мы сидим и хвалим А мы можем просто Поорать Тоже Знаешь Это фильм такой был ДМБ Когда там этот Вышел генерал Говорит Солдаты Вы знаете Что я могу Сынки Он сказал Сынки Да Сынки Вы знаете Что я могу Вам сказать И я знаю Что вы можете Мне ответить В целом Нормально Поговорили Ну это же Охлобыстин 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 Самый смешный сценарий Да А вот так у меня Скалистый берег Это будет Самое дорогое Вино из нашего сета Значит сразу Знаешь Как у половины Населения страны Значит вкусное В целом Да Значит хорошие Вкусные тоже Так Давай Даниле пока А ты расскажи Да Значит Скалистый берег Участвовал у нас В винограде В Уфе И они везли туда Обе свои линейки У этой винодельни Две линейки Вот это вот самая Крутая винодельня Линейка И есть еще линейка Чуть побюджетнее Но там тоже Очень хорошие вина То есть нельзя думать Что вот эта крутая Линейка А вторая Она так себе Нет Они обе классные Винодельня Из Краснодарского края Ну две с половиной Три Наверное Ничего себе Да Это берем на подарок Прекрасно То есть это прям Уровня Динаморки что ли Ну да На подарок Надо вино Рублей за 300 дарить А прекрасному человеку Покупать себе Такое вино Эй Вон и все Ну тоже хороший вариант Это разный На подарок Все равно положат Куда-нибудь Это пить не будет Это рислинг У нас 100% 18 января 23 года Розлинг Да Причем хорошо Я тоже Уфа Покупала его И на подарок И себе Я думаю Вот Значит 100% Рислинг Он частично выдержан Там часть винограда Выдержана В стали Большая часть Выдержана в стали Чуть-чуть Совсем выдержана В бочки Я это вино Пробовала На медитации Она у меня была Я это вино Люблю Мне кажется Она прям классная Поэтому мне интересно Что вы скажете Если вы скажете Что она не классная Я вас убить не буду Можете такое говорить Аромат очень интересный Вот такой прям Многоплановый Такой Я бы сказал Много тут всего Тут надо разгар Знаешь Тут тебе и акация Тут тебе и травы Знаешь Потому что Выдерживали Вот в этих Не бутахо Как ты называешь Больших-больших бочках На 500 литров И там по-моему Какая-то часть Изакация сделана Потому что это бочковое Это не квейбри Чуть-чуть бочковое Квейбри Это российское вино В России нету квейбри Здесь еще Смотрите Здесь есть еще Пергам Соты Медовые Здесь есть еще Горчинка Косточки Абрикосовые Или персиковые Здесь есть чуть-чуть Вот это вот То ли бензол Вот намек На бензольность Потому что это рислинг Вот чуть-чуть Маленький намек Да и намек На булочку Брежь Которая обычно Мне кажется Каким-то у него Настолько сложный запах Поджаренный хлеб Он должен напоминать Немного трюфель А я вот сразу скажу Многоплановый Вот интересно Вот здесь О чем подобное Вот понимаете Теперь в следующий раз Когда вы задаете вопрос А почему это стоит 300 рублей А это 3000 рублей Вот почему Потому что здесь В одном аромат простой А в другом аромат Ты сидишь Думаешь Ебросито Тут вот это А еще вот это А еще вот это А оно постоит И еще что-то добавится И ты просто думаешь Блин да капец Как это интересно Когда же это стали Садиколоном Саша Данила я тебе должен сразу Предупредить Пожалуйста Не допивай до конца Дай ему Пораскрываться В конце обязательно попробуй Посмотрим еще раз Вино в отличие от пива Они вот стоят И раскрываются Я тебе уже это рассказал Мне нравится его глаза Такая По-моему А я пол в конец Мне кажется Что я всегда до конца Допивал Негодяи Я всегда не допиваю Так пожалуйста Держи себя в руках Не допивай Я предлагаю Выпить за Данилу Который только открывает Для себя мир вин И открывай Но зато уже стал крупным экспертом По еде Вот поэтому Не выключайте Потому что будут Замечательные блюда Данилы И что самое главное Данила расскажет Как он их готовил Далеко не каждый шеф-повар может Могу сказать Спасибо за поздравление Но в вине я разбираюсь Иначе я не буду шеф-повар В принципе Значит Это должен быть Звук должен быть Такой Значит ты скромнейшийся Я просто не буду готовить Я жил во Франции Мы изучали вина специально А я во Франции Где я жил В Париже Так ты только что Рассказывал Что ты покупаешь Полусладкое На Новый год Я не говорю Что не я покупаю Полусладкое Чем же устраивать Этот срать Замечательные блюда Это у нас казулистиками Обмен мнением Приняем Хорошо Давайте пробуем это вино Очень мне нравится Оно очень классное Действительно Да Тут есть понимание О чем подумать Чем посидеть Ну и гадость Шучу Попалось? Нифига себе Нет Хорошее вино Причем От него не ожидал От настолько сильный Запах Аромат Что ты ожидаешь Такого же резкого Вкуса А он так Опа Мягенько Так зажжет И потом так Чпоп И питался Ты знаешь Тут есть все От яблок и груш Вихуа По-моему То есть Тут такие Ты можешь сидеть Есть какую-то еду И она у тебя Забливать ее вино И она у тебя Будет все время Все время В процессе поедания Меняться Вкус будет меняться Данила Можно вопрос Мне кажется Вот твоя Интересная экспертиза Мне кажется Что вот к такому Сложному вину Так и хочется Какого-то сложного Блюда То есть Сюда Ничего-то простого Хочется Прям тоже С таким Подвы-подвертым Как и само вино Чтобы там сидеть И смотреть Как оно Меняется Как оно меняется Со вкусом Вот я тебе Сегодня Предложу рыбу Банально Но она будет Такая С подвы-подвертым Такая же Сложно Как и ты Мне уже Нравится А смех В том Что тот самый Человек Который Объяснял Данил Что не надо Добивать до конца Да Вот смотрите А что было вкусно Я допил А вот Данила А Данила молодец А Сережа наш сынок А Сережа наш сынок Хорошая шутка Так, слушайте Да Пусть он пораскрывается А у нас четвертая бутылочка А что это ты привезла Что ты мне его там Мне его поддержать Или Данилу передать Показать Нет Данилу потом Какой ТЗ Я сегодня мистер Открывашка Это девица В Коцетеле Да Сейчас рассказываю Я слышу Перуги Что это Ооо Ты не знаешь Это вино Это прекрасно Поэтому я сейчас Расскажу Что это Это вино Самой северной Винодельни России Они были Они находятся В Самаре В Самарской области Тоже есть Видео на Минвине О Самаре И о том Как они выращивают Это вино Как они выращивают Этот виноград Как они производят Это вино И там укрывное Виноградерство Потому что в Самаре Достаточно уже Так как бы Модренько И холодно Там зимой Очень холодно Да Лоза просто Не переживет Эту зиму Они укрывают Виноград Тоже посмотрите На Минвине Как укрывают Как раскрывают Виноград Это шахмалт Плюс 20% По промокоду Отчешского Вот И они были Тоже у нас На винограде В Уфе И где-то Где-то еще В прошлом году Точно в Пискове были Очень интересное вино Вот я сразу скажу Вот если предыдущие вина Вот это можно найти Простой розницы Вот это В принципе Тоже можно поискать Вот это сложно найти Это можно найти Только в винотеках Цена вопроса Мне кажется До 1000 рублей Там в районе Вот только Мне кажется Там типа 800 Могу ошибаться Вообще Я у них очень люблю Пятнатые Это такие Игристые По особой технологии Сделанные Но я решила Взять Оркоцтели Сюда Потому что Оно интересное Оркоцтели Это тоже там Автохтонный сорт И мне нравится Как он показывает Себя у Денисовых Такой он В общем Интересный Давайте сейчас Вот мне интересно Подожди Давайте сейчас Спросим эксперта Который во Франции Учился И так далее Что ты вообще Можешь сказать О самарском терроре Чем он славится Ничем Вообще ничего не могу сказать Я там работал Ресторан открывал Первый раз Слышу Что там вообще вино Теща пришла Какой ресторан ты открывал? Гранд кафе Пастернак Лучший ресторан города Круто А я там была В кофейне Кипяток И ела Знаешь что? Пельмени в шампанском По рецепту Билеровского И это у меня Видео заверюсируется Только ты способна Есть пельмени Шампанского В кофейне А ты знаешь С чем связана Самара А петейная это была Не кофейная Петейная Прости С чем связана Самара То есть что там татары Татары Пельмени Нет Хорошо Это была моя попытка Номер один Давай расскажи Самый известный Самый известный бренд Один из самых известных брендов Который сейчас почему-то Делает только торты Раньше делал пельмени Их было Сейчас переключились другие Да Это назывался От Палыча А я помню Да Да Знаете Точно Они же оттуда Да я их там еще видела Точно Молодец От Палыча Это был Палыч Это был ресторан В советское время В Самаре Самый известный Как у нас Как у нас Такой же Как у нас На Новом Арбате Ресторан Прага У них был Палыч Слушай Я кстати придумал Название Российского портвина Ой Малочки У Палыч У Палыч У Палыч У Палыч Я думаю У Палыч Ползает за собой Огромным спросом Так что если кто-то заходит У Палыч А вторая Бутылка в подарок Рыгалыч Ну это уже Нет Это уже Это скорее Абхазский вина Из Молдавского Палыча Не 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 абхазский вина Это вина Абхазский Купленный на Сочинском рынке В Адлере Ну вот это да Так вот Я быстренько расскажу И ребята Когда я закрылся Ресторан Повара Они остались Безработными И они начали Дома на кухне Лепить пельмени И отдавать их Ларьки Потому что ларьки были И в ларьках Продавать Эти пельмени Как в ресторане Палыч И они их назвали И написали Пельмени от Палыча И они получились Безумно Что-нибудь вкусное А и пошло Вот это Пошло И ребята Сняли цех Потом открыли Фабрику И начали лепить Массовые пельмени Потом они пришли Я разговариваю Просто с владельцем Который это все придумал Круто Да И потом Они уже открыли Пошли на другое Говорят Ну торты покупают Раз в год На какое-то событие Их не покупают Каждый день Не едят каждый день Поэтому люди могут Себе позволить И подороже Потратить деньги на торт Но получить хороший Вкусный торт А не вот эту Дерьмятину Которая там С соевым Вот этого Все сделаны Да На масляный жиряк Но который Невозможно Жрать Пластиковую И они начали делать Торты дорогие От Палыча И попали опять В свою нишу И они очень богатые люди И очень успешные Я люблю кстати Их продукцию Они молодцы Но иногда Протежав И что Так нормально Я пока сложусь Аромат Хороший аромат У самарского Ну понимаете Да что это все-таки Это настолько Холодное место Что там даже нет Не возревает Красный Красный Сорта винограда Нет красных Вину У них Красный Сорта И оранжевые Как раз Есть розовые Оранжевые И конечно белые И игристые И все И все И вот Одно из белых Мы сейчас попробуем Это Оркоцтели Я кстати Когда мы были там На винограде Советовала у Денисовых Пробовать Цитрон У них есть Цитронный макрача Это такой Гибрид Который Выведен В советское время Почему Потому что он Супер ароматный И многие люди Которые в Самаре Ой В Уфе Очень любят Тоже сладкие Полусладкие Они подходят Ой не сухие Мы не будем Я говорю Попробуйте Цитронный Там смысл в том Что супер яркий аромат И за счет яркости аромата Ты его пьешь И ты не понимаешь Что он сухой Тебе кажется Что тут у тебя много Так вот Вот тут так много У тебя всего Что как будто бы Даже немножко сладко Но у нас не цитрон Потому что для меня Цитрона слишком много У нас аркоцтели Давайте попробуем его Мне кажется Здесь всякие Лимончики Апельсинчики За тебя Ну давайте за вас Почему тоже Того же надо Да За ту же сам За ту же Ваше здоровье Слушай Интересное Тут конечно не скажешь Что оно прям такое Многоплановое Не-не-не Ну конечно Оно столовое Такое Такое Базовое Базовое Нет Ну тут скорее Главное достижение Что это из Самары Во-первых да Да Это просто Это кстати Классный подарок Всем Денисовым И всем Кто из Самары Вот И Всем добрым Самаритянам Да И Ну это хорошее вино Почтож Салаты Морепродукты Рыба Белая Простая Ну тоже яблочки Нет Это Вот для меня Это повседневное вино Достаточно неплохое Достаточно по хорошей цене Тысяча рублей за бутылку Это Сейчас некоторые скажут Ого Не Можно конечно купить В Краснобелом И Крымское За 200 рублей Но это вино Лучше пить залпом И И не в себя Вполне симпатичнее Я ожидал меньше А да Ну вот видишь как хорошо Я очень рада Я на самом деле Довольно мало знаком С малыми винодельнями Особенно На вот этих Северных регионах Поэтому Я очень тебе признателен Что ты расширила Наши Можно я сейчас тоже Сейчас еще одну оговорочку Сделаю важную Почему Это действительно Самая северная винодельня России Я делаю оговорку Сразу Да У нас делают Виноград И делают вино там И где-то там В Сибири Еще где-то Но У них есть лицензия Мы говорим О формальной винодельне Которая имеет право Производить И продавать И вот самая северная Официальная винодельня России Дениса Файнери Самара Я могу От себя Три копеечки Свои любимые Вставить Я когда-то Открывал Олимпиаду Строил Сочи парк Прям с факелом бежал? Да Я за ним бежал Поджигал Мы строили Отель Богатырь Открывали Запускали Там рестораны Запускали Сочи парк Он был часть Олимпийского кластера У него входил Это юг Это Сочи Это был 12-13 год И тогда Я начал пробовать Открывать для себя Ну нам надо было Коллекцию вина Сделать И его Один из собственников Был Ткачев Кубернатор Краснодарского края Потом Министр Сельского хозяйства То бишь Во-первых Он отвечал За Олимпиаду И очень Продвигал Краснодарские вина Продвигал Обычно Кубань И постоянно Нам привозили Кучу этих вин На дегустацию Это было Прямо В 13-ом году Конечно Я понимаю Такая вот И мы Вкусно Ну вкусно же Это же Виноделья Там Самого Мы такие Официанты Официанты Мы это продавать Не будем Мы лучше Просеком Нас побьют Вот А сейчас Я пробую И я практически Не вижу Разь Поверьте Я попил Вина Много И в Италии И в Испании Во Франции И у меня были Такие Вайн Мы с женой Очень любили Вайн туры Как это Мы покупаем На корабле Коста Диадема Тур По Европе И ты Когда плывешь И ходишь На одном корабле Ты как бы Живешь в своей гостинице Но каждый раз Это разная картинка И вот Как сейчас Вспоминается мне Пальма до Майорка Мы вот вышли И прочертили Маршрут Вот здесь бокал Вот здесь мы сделаем 430 шагов Следующий бокал Ну чтобы на этом На этом кайфе Все время Не пережирать А вот На кайфе Вот что я называю Тайм менеджмент И вот мы там От одного До другого До третьего Ну там вообще Там просто захочешь Не говоришь Дайте мне такое-то вино Там просто захочешь И говоришь Please Two glass wine 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 Да Да Там два бокала Белого вина Там образом Да С заплетающимся языком С русским акцентом Они тебя тут же понимают Тут же оливки Раз Это два бокала Холодного Белого вина И оно всегда там Вкусное Вот оно всегда Ору Вкусное Тут еще Является Бутылку к себе Домой Вопрос Оно По-прежнему Останется Нет Знаешь почему Потому что Это не пальма До майорка Это не на отдыхе Ты после работы Пришел Саданул И то Это когда в ресторанах Теория тебе правильно Говорит Потому что Твои ощущения Когда ты на отдыхе Ты что угодно Епиш Это не в ход Нет Ну ничего угодно Когда я в Сочи Выпью На рынке красного Винца Поверь Не надо так делать У них все-таки Оно вкусное Везде Там где не нальют Шмурдюка Потому что Они его просто Никому не нальют Они его не используют Так Я предлагаю Перейти к пятому экземпляру А потом сразу Начать закуску Сухое красное Трезвая голова Цемлянский Плюс голубок 2022 Что такое Субербаш Трезвая голова Что за винот То есть это не права Это безалкогольная водка Что это за мужик Лысый С голубем на голове Это ты Главное Обычно С голубем на голове Обычно Пали не к Пушкину С чуклом И уже все Это видо Уже не будет продаваться Друзья Обратите внимание Вот если не видно Миша наедь Пожалуйста Это винодельня Субербаш Она находится Недалеко от Краснодара По сути Это самая близкая Краснодару винодельня Поэтому если вы находитесь Где-то недалеко От этого города Можно к ним туда заехать Они дегустации проводят И все Я очень много Винных медитаций На винограде В Уфе проводила С этими винами И это очень интересная Винодельня Она специализируется Так скажем На автохтонных сортах Я так волнуюсь Когда надо мной вино Что это делать На автохтонных сортах Вот здесь Ты в красном Оно красное Не переживай Можно я покажу Она специально так одевается Здесь цемлянский черный И голубок Цемлянский черный Это автохтонный сорт Селекционированный А голубок поэтому На этикетке Или на голове Да, да, да Наконец-то Наконец-то Я молчу Думаю сейчас Ща-ща-ща Ща-ща-ща А вот цемлянский Видимо черный Потому что здесь Такой серьезный Человеч Нарисован Я думаю Что это должен был быть Цемлянский Афроамериканский Я думаю Что это примерно Донской казак Или плюс-минус Что-то такое Изображено Потому что Донской тварек Донской Кубанский казак Нет Донской Потому что Цемлянский Это все-таки Сейчас они договорят Коснодар Это Кубань Да, но цемлянский Черный Это автохтон Из Ростовской области Который характерен Для долины Дона Ты так красиво кричишь Можно я себе налью Цемлянского Черного Да Черного брата Заболтали Не дают рассказать Вам что-то интересное Так вот Видите какой Насыщенный Яркий Такой На Дону Соответственно Все виноградники Укрывают Но Кубани Нет И вот они экспериментируют Смешали два таких Интересных сорта Давайте попробуем Что здесь получилось Давайте попробуем Кстати Это вино Можно найти Тоже Не везде Я брала в винотеке Опять-таки Ой, нет Я знаете что Я не скажу вам цену Сколько стоит Сколько стоит Вот вы попробуйте А, вы лечите Нет, я скажу Но вы сначала попробуйте И сколько вы Друг денег дали Подышать Подышать Это темное лишнее Вот это все Как мы любим Да Это прям А вот У меня еще что-то такое Вот это вот Какой-то Лакричный Лакричный Чернополочный Нет, лакричный Нет, я пошел Лакричный Не упал Ну и знаешь что Это как ее Много темных Сочи продают Вот это Чертшхела Чертшхела Пастила Пастила Ягодная Такая Слушай, ну мы вот сегодня Ни разу не выпили за Юлю Давай уж на как За Юлю Да какой-то Ну вы каждый раз Ну хотя бы разок Честно А там пельских прекрасных Да? Да, да Юля за тебя Спасибо тебе огромное Это была в суд Подарок И такую Информацию Да, попробуйте Расскажите Нравится вам оно Или нет И сколько Бывает денег За него дали Мне нравится Это вино С одной стороны Терпкая С другой стороны Она такая Не Ну питка Танины есть Они такие Очень Шатимые Есть Сематичные Мясо Мясо Идеально Вот сюда Мясо С удовольствием Пойдет Просто С удовольствием И при этом Мы чувствуем Продолжаем чувствовать Вот это вот Все эти темные ягоды Да И их много И они вот все Какие-то увяленые Даже Сколько стоит Как думаете? Думаю Тысячи Две Две сто Ну нет Я надеюсь Полторы Или тысяч Я отдала Семьсот рублей Охахаха А вы отдавайте Полторы Так, друзья Внимание Розыск Еще раз Напряжем По-моему 700 Причем возможности Нашего телеграм-канала И чата Если вы увидели Это в магазине Обязательно сфоткайте Обязательно напишите Где вы В генотеке И поделитесь Своими ощущениями В простом магазине Все-таки они не так много делают Еще раз напоминаю Что вам обязательно Нужно подвисаться На телеграм-канал Бадди Макденилс Потому что Именно в нем Вы можете выигрывать баллы Чтобы оплачивать Напитки и еду В сети Заверений Бадди Макденилс А какую еду Вы будете оплачивать Я думаю Ты нам сейчас что-нибудь покажешь Конечно Вспомнилось Молодые годы Красное вино Их прекрасная история Такая бывает раз в жизни Но У нас гулял Некий такой Где? Карпов В у нас ресторане Тогда я работал В ресторане Просен конс И у нас гулял Некий такой Не будем называть Но очень известный Олигарх С очень известным Своим брендом И очень известными Людьми Вот И пили они У них было два дня Первый день они пили вино Второй день они пили виски Курили сигары Два дня у них это закрытая вечеринка была И разумеется После них Кучу там Разумеется Официанты сперли у них Три ящика вина Вот И мы его впили в подворотне А вино сейчас вот Ты со стула пойдешь Знаешь какое было? Шато-брион С 1978 года Год моего рождения Но никто не заметил потерять Трех ящиков А сколько бутылок стоит? Пять тысяч евро Мы потом почитали Когда уже бутылки выпили все А То есть Тогда не было интернета Это хищение в особо крупных размерах Да-да-да Тогда не было интернета Не осталось бутылочки? Я тебе больше расскажу Мы пили его У нас не было денег Мы пили поворотни из горла И говорили Эх гадость Вот так вот Представляешь Танинное вино Старое Ты в курсе Что подобные преступления Не имеют срока давности? Ты только что признался на камеру Да Я его Содеянно Что какие-то негодяи Официанты украли вино И нам отдали Просто его выпить Потому что они почитали Что это прокисшая гадость Согласен Аутилизированный Виновен Да И меня потом Извините за выражение Не в камере высказано Орвало Шата Убриона Ой не надо Настолько И когда мы его выпили И пили мы его вот так Сейчас расскажу Вот так Тррррре И вот так Ааа Ааа Иди, дуракими. Вот балтика девятка. А сколько тебе лет было тогда? 20. Ну ладно, спешим все. Ну, казалось бы, человек уже взрослый должен был разбираться. Ну, конечно, в 20 лет-то да. В 90-х? В 20 пьют все, что горит. Тем более в 90-х, когда в ларьке продавался это, я вам подмигиваю. Хорошо. И вот это была вещь. А что-то бревно, это какая-то муть. Согласен. Так, что у нас с едой, скажем, пожалуйста? Нам даму кормить. Да, все, у нас все готово. Так, 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 что будет, что будет? Ну вот, 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 совсем другая жизнь. Ты тут приготовил. Это все, я так понимаю, из меню рюкучки давата. Я даже немножко тебя перефразирую. Не другая жизнь, а продолжение правильной жизни. Согласен, согласен. Мы начали хорошо и еще лучше продолжили. Согласен. Очень тонко ты это подметил. Рассказывай. Ты же меня спросила за кадром, а можно ли закусить вина чебуреками? Да. И я тебе скажу да. Хотя многие скажут, что? Я сама пробовала, поэтому я знаю, что правильный ответ. Да. Смотрите. Ну а почему нельзя вино закусывать сыром? Можно? Да можно. А если его поместить в хрустящее тесто, чтобы придать ему в хрустность, текстуру? Я только за. Ну почему людей тогда пугать слово чебурек? Ну давайте разберем, из чего он состоит. Да давайте разберем, давай уже пожрем. Пожрем. Я же не могу видеть твои чебуреки, и вот когда их у меня... Есть один французский шеф-повар, времен Людовика, который ввел в обиход... Можно я тебе вот сюда положу? Весь? Ну я разрежу. А ты можешь сказать с чем? С сыром, с картошкой, с чем? Ввел в обиход, я разрежу и скажу. На три части. Я не буду. Вот, я тоже умный, но потом, я как незнайка, вот. Ввел в обиход картофель с трюфелем. До этого вся знать говорила, что картофель едят только крестьяне. Это крестьянская еда с сыром. Вот, это крестьянская еда. И это только могут крестьяне есть, это они... И он получил такой хейт в свое время. Его выгнали. Пробовать можем, да? Да, его выгнали. И он открыл свой ресторанчик, свою таверну, и там он подавал. Это назывался... Это было очень вкусно. Это вкусно. Да. Так, подожди, теперь надо срочно перейти к вину, потому что мы сейчас просто сожжем чебурек. Я сейчас расскажу про вино. Знаете, почему вино с чебуреками, это... Многие думают, что это плохо сочетается. Объясняю, почему. Чебурек, мы привыкли, что это вот... Жирное такое. Нет, нет, нет. Вот это, это что-то низкое, а вино это наше высокое. Высокое, да. Так вот, может быть, это где-то жирное, да, непонятно, а вино это высокая материя. Фигня. Помните, вот эта история была про моду, если кто-то не знает, можете попробовать. Чипсы и вино. Чипсы с игристым вином замечательно. То же самое, здесь та же корочка, понимаете, хрустящая корочка, как в чипсах. Поэтому попробуйте, это прекрасно. Я вообще, кстати, есть хочу, поэтому зимча. Вы продолжайте, мужчина, а я поем. Вот, я вспомнил, что я хотел сказать. И сериал этот называется Восторг. А-а-а. Он что, повар, что ли? Он назвал это блюдо... Так, как раз идет? Да, он назвал это блюдо, он в рапсовое тесто завернул картофель с трюфелями. И запек. И назвал эту закуску Восторг. Слушай, я помню, что я налил... У меня вот все уже смешалось. Тебе надо... А ты мне сейчас скажешь, какое это вино? Мне кажется, это этот... Кокур первое. Нет, подожди. Нет, Кокур первое я допил, кстати. Нет. А, это значит этот рислинг, который ты доливал. А, наверное, да. Ну, а что тут угадать? Светлое, светлое, игристое, вот оно. Темное, игристое, вот оно. Да, это рислинг у тебя. По цвету. А с чем чебуреки-то пойдут? Да я не могу сказать, вы все время галдите тут. Во-первых, надо попробовать игристое с зеродозажем, потому что... А, давай. А, я его и раздопил. Все, я вспомню, что я... Да, налей его себе. Можешь налить, пожалуйста? Это какое зеродозажем? Ну, процент. Потому что оно будет... Вот мне нравится, как игра пузырьков работает с вот этими... И с жиром, и с корочкой. Вот она прям прикольная. Так, забиваем чебурек или закусываем вино? Мы берем сначала кусочек чебурека. Какие у тебя руки здесь есть? Спасибо. Потом немножечко вина. На это можно просто смотреть. Ну, сажайтесь. Спасибо. Подписывайтесь на Минвин, у меня там больше такого. И вот теперь это чувствуешь, как вместе. Ага. Вообще нормально. У нас... Идеально. И у вас. Данила, у тебя чебуреки такие... Очень соленые и очень кислые. Не очень соленые, они умеетные соленые. Подожди, ну, в хорошем смысле, да? То есть не прям не пересоленые, а прям много соленого, много кислого. И вот тот самый кислый Zero Dazzage вот сюда отлично подходит. Поэтому это вот, это вот моя... Слушай, ну вообще, я бы, кстати, эти чебуреки еще макнул какую-нибудь кипирную такую штучку. Заджики. Типа мацони, там, заджики, что-нибудь такое. Заджики? Реально вкусно. И с этим вкусно. Так, как это Данила, это великий шефон. Я его сижу впервые, я сейчас с ним не знакома. А в ресторан «Робоборта»-то была когда-нибудь? Да. Это тоже его рук делали. Доктор Живагон, понятно, а? Нет, и просто Данила, вот до того, как появился у меня на канале, он какой-то ерундой не занимался, знаешь? Не стал, пока не работал. Поставил его на путь истинный, да? Конечно, напустите. Спасибо тебе большое. Вот, вторая история, второй чебурек, это картофель. Да, подождите, нам надо избавиться. Осы-осы. Осы-осы. До твоего появления мог здесь не было. До появления еды, потому что они всегда летят на еду, на что-то вкусное. Короче, хорошо, да. А второй чебурек с чем? С картофелем. И вот я, почему я вспомнил про восторг, про этот десерт, он не десерт, а закуску. Он вот так же в тесте запек картофель с трюфелем. В чебуреке у нас здесь картофель печеный с трюфельным маслом. Так, давай будем пробовать. Давай пробовать. И хрустящее тесто, это получается тот же самый восторг. Нанил, пили. Который поменял основы французской кухни и французской аристократии, которая до этого картофель не ела. А, даже так. Да. Я думаю, что это надо попробовать обязательно с игристым отфанагореем, с розовым нашим. И, может быть, кстати, может быть с Денисовыми. Да. Надо пробовать. Вот с Денисовыми не знаю, с Денисовыми надо и один, и второй попробовать. А вот с игристым точно надо. О, трюфельным запахло. Да, мне еще не запахло. Сейчас и вам всем запахнет. Ты ближе сидишь, тебе должно было запахнуть. Какой нет? Так, тебе я кладу серединку, самое вкусное. А-а-а-а. Майдаму, что я сижу в серединке. Да, ну все, честно, спасибо, дружище. Все, четко, все, честно. Так, сначала надо попробовать. Тучи. Так, с чем? А, подожди, а, сразу, дай тебе, извините, пожалуйста. Да, сначала я хочу попробовать просто чебурек, кстати, чтобы понять, как там. Давай, давай. Ну, сначала аромат, потом вкусно. Все правильно. Как ученики, извини, можно я бутылку просто? А там грибочки тоже есть, да, внутри? Да, да, да. Грибочки. Ну да, это надо с Розе. Картошки, грибы, грибочки. Ой, да, слушай, это будет абсолютно точно с Розе. Денисовы сюда не пойдут, сюда надо Розе, потому что картошка-то она сладкая. И вот здесь сладиночка есть чуть-чуть. И вот этот вот и грибочки. Снегу косну. Вот раньше мне кто сказал, чебурек с картошкой, я подумал уже какой-то, ну... Чебурек с картошкой. С чем раз вижу это с картошкой, почему не с мясом? Но с картошкой и грибами есть трюфельным соусом. Да, трюфель. А трюфельный соус у тебя там из лука как-то делается, да? Нет, трюфельное масло. Это масло оливковое, настоянное на трюфелях. И оно дает абсолютный вкус трюфеля. А тесто можно обычной слоеной в магазине купить? Да, но не такой чебурек простой будет. А так можно. Тесто, я тебе скажу, у чебуреков очень простой рецепт. Вообще чебуреки, я уже говорил, помнишь, мы с тобой ели чебуреки? Да, да, да. Пусть они поговорят, я пока пойду. Очень добрый человек, какой-то придумал чебуреки, мы не знаем кто. Ну, говорят, вроде греки. Ближе всего греки, вино и чебуреки, тогда стопроцентное попадание. Греки просто не пьют ничего, кроме вина. Вина. Не пьют ничего, кроме чебуреков. Ну, может, еще вино, разбавленное водой с утра. Вот. Тесто на чебуреке, это просто кипяток и тесто, и мука. И все? Все. Больше ничего. А почему на кипяток? Потому что ты должен заварить, заварить белок, ликовину, заварить, чтобы оно было вареное. Так, ну, рецепт, скажи, значит, сколько ты берешь муки, сколько кипятка, там, что еще еще? Ну, допустим, можно посмотреть в интернете четкие, четкие пропорции, потому что я сейчас ты так насквечу. Зачем я потом в интернете смотрю, у меня ты рядом с ним? Ну, допустим, на килограмм, на килограмм муки нужно где-то 200 грамм кипящей воды. Всего-то? Да. Это уж очень мало, потому что обычно на тесто на полкило где-то 300 грамм воды. Да, ну. Ну, попробуешь, 200-250 грамм. Потому что оно заваривается, оно будет набирать, набирать, набирать. А именно, за что-то уже не будет. Да, на клейковине. Ничего. А я чисто декорациями посижу. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда ты завариваешь белок, ты его бронируешь. И тогда он перестает впитывать вся воду. И тогда весь сок в чебуреке остается в чебуреке, а не в тесте. Бронируешь? Да. Бронируешь? Да, броня. Нагреть охладить. А, понятно, тогда бронируешь. Бронируешь. А ты можешь забронировать столик. А я? Получить от чебуреки. Это отличная история, потому что все записываем срочно чебурек с трюфельным маслом, картошкой и грибами, с розе-игристым, это просто бомбало его. Ты записал? Я записал камеру, там запись включена. Миш, там запись включена. Есть такая группа питерская в честь старого названия города Ленинграда, да? И вот у него есть песня, правда она матерная, но из песни слов не выкинешь, я спою без мата. Но там звучит вот про это сочетание, я тебе скажу, как офигенно, просто и просто офигенно. Ага, ну кстати, да. Но на самом деле, я вот на винограде когда была, там тоже видела, увидела вот это вот... Это винный фестиваль, напомню. Да, винный фестиваль в Уфе, который вот недавно проходил, и я там увидела чебуреки. Думаю, блин, вот чебуреки и вино. Ну вот хочется попробовать, я люблю вот такие интересные сочетания делать. Я собрала себе целый сет вина, сет чебуреков с Мэй Человека, сделала видео короткое, очень... Очень вкусно получилось, когда я ела, и очень приятно получилось, когда выложила, конечно же, там начался срач. Кто-то говорит, блин, здорово, классно, прикольно. Кто-то говорит, фу, чебуреки, кабино, вы что? Давай в следующей дегустации сделаем водку со сникерсом запустим. Вот, чтобы тоже такой был, ааа, водка со сникерсом. У меня они будут. Ну, давай, давай, сделаем цикл выпусков про... Безумные закуски, необычные сочетания, да. Дикие сочетания, да. Дише такое-нибудь что-нибудь изыска с таким диким трэшем, да. Блин, да, слушайте, а я хочу попробовать, вот если честно, вот этот чебурек еще с Денисовыми. Это у нас... Давай, я с Денисовыми. Телефон есть, Денисовыми? Подожди, да, сейчас попробуем. Мы позовем, да. Вот сюда. Я думаю, что с этим тоже будет хорошо. Я всегда путаю бокалы, это моя фишка, люди меня потом упрекают. Ну, у тебя сейчас с сыром. Я знаю. Я хочу с сыром, именно первый чебурек с сыром. А, ну бог, смотри. А я чебурек с сыром. Я помню, вкус не забываем. Я его. Нет, поэтому идем в рыбочную до Владов, вот чебуреки ум отъешь. Знаешь, это закажешь лучше? Выпьешь, закажешь чебурек, съешь и скажешь, я помню, мы где-то с вами встречались. Короче, да, с Денисовыми нормально, тоже чебурек, вот это первый, именно с сыром. Ну, несколько, но гореть понравилось больше. Он более насыщенный, потому что там и чебурек более насыщенный. Нет, потому что там у меня чебурек просто был. Тут уже чебурек не было. Денисовый чебурек как-то уже не очень. Да, я согласна. Так, где мы? Следующие, следующие блюда, это у нас рыба. Рыба, рыба, я обещал тебе, да, свой такой, таким же хитрым хвостиком, как и ты говорила про хитрое венок. Ну. Так, так, так. Что у нас за рыба и хвостик? Какой секрет? Это, это судак, по-довлатовски мы его называем в ресторане, но по сути это судак конфи. А, довлатов курсе? Что такое конфи? Вот, видит. Тут везде портреты Довлату, он следит и тут его неопонятно. Будет. Будет. Назвать блюдо в честь ресторана, это значит, блюдо должно быть 100% феноменальным. Так, так, так. Значит, что такое, что такое вообще понятие конфи? Конфи это медленное приготовление в каком-либо жире. В жире? В жире. Именно в жире. Именно в масле, в жире. Так масло это же и жир, это разные вещи? А, то есть масло... Есть растительный жир, есть... А, то есть масло это под вид жира? Да. А, все, круто. То бишь, что такое, допустим, то же самое растительное масло, еще лучше это утиный жир, это... Утиный? Да, говяжий жир. Он на сколько плотнее воды? Намного. Намного. Я сейчас не буду даже в цифрах говорить на сколько, но на много. Что находится внутри мяса или рыбы? Из чего состоит любой продукт? На 70% из воды. То, что мы называем соком, по сути, это вода. Территорная систенция воды. И чтобы блюдо было сочным, нам нужно, чтобы этот сок остался в этом продукте. И поскольку жир намного плотнее, чем вода, он воду не выпускает. И когда ты мясо или рыбу кладешь в жир, начинаешь медленно готовить, то вода начинает вскипать и готовится внутри самого продукта. И она получается с запеченной корочкой и сочная. Не будем путать с фринч фрайс, когда готовят при высокой температуре. Мы готовим при низкой, допустим, при 90 градусах. Это низкая? Да. Есть и 60, и 50 конфи. Но среднеобычные конфи 90 градусов. Это когда медленно делают тут. Ну, низкая. Стоит, а горит уже. Да, да. А 90 туда. Да, медленно делают тут. Прохладно. И чем дольше готовится продукт, тем он нижней. Нет, пробовать-то будем? Значит, ты берешь рыбу, дальше что-то снизишь. Я беру рыбу, но я готовлю в другом конфи. Я беру рыбу, беру сливочное масло, даю ему вскипеть и горячим маслом просто заливаю сырую рыбу, чтобы она в нем постояла. Во-первых, белок, молочный белок начинает ее насыщать, она становится более нежной. Жир начинает ее обволакивать и медленно готовить. За счет этого уходит запах, из-за белка уходит запах речной. Положайте речной. Она сейчас умрет уже. Вот я вижу просто вот этот огонь в глазах женщины, когда она хочет рыбу, все. Не, 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 не стоит. Женщина просит. А это отлачетлин колец, да? Никогда не стой между этим, как его... Между женщиной и ящером, на котором он летал, и его добычей, да? Так положи уже, потом расскажи. Все, все, все. Багира, я уже лезу. Я вот работал уже в журнале, в общем, 15 лет, и я голодных женщин вижу за километр. А ты сидишь, что-то рассказываешь. Они пока будут обсуждать вот это, что-то приготовить, вот это вот все. Да, 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 у меня ножик падает. Я его ловлю, отодвигаю. Камера будет фокусироваться на бокалках. Я, я понял. Я не могу все делать одновременно. Я не Александр Македонский и не женщина. Ты гораздо круче. Так, все, поухаживаю. Задим, ухаживаю. Мы сделаем вот так. Не будем даже резать. Раз. Так, и гарнирчик. А что у тебя на гарнирчике? А на гарнирчик у нас огурцы, сваренные в сливках с мятой. Огурцы? Это огурцы. Это огурцы. Я почему-то думал, это пирожки. А я думала, что это макароны. Так, мне тоже можно что-нибудь положить. Хотя я могу из этой штуки использовать. Вот. Оп, оп. Это точно надо пробовать с вином номер три. Рисинг от Скалистого берега. Который у тебя это... Самое дорогое, которое я могу дарить. Такое рыбка, ты говоришь, рыбка с крутаса. Да, 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 да. Вот именно с этим и надо пробовать. Сейчас зацени. Сто процентов. Так. Отбери себе весь этот. Вот у меня, по-моему, этот нетронутый. Вот он у меня, вот он. Скалистый берег. Это вот. Вроде он, да. Вроде он только вытекут. Так, и что, сначала пробуем, сначала пьем, да? Сначала едят, потом запивают. Кусочек. Кусочек еды. Да, мы же еду вообще еще нет. Так, а сколько надо сливочного масла на килограмм рыбы? Ну, килограмма три, но я говорю про то, что, поскольку это ресторан, это масло, оно не одноразовое. Ага. Это не из приготовил или изготовил? Три кило масла ты на килограмм рыбы изводишь? Да. Но я, зато она становится очень нежная. Никогда себе. Нежнейшим. И огурцы, кстати, в тему. Никогда бы не подумал, что огурцы могут быть таким вкусным. Друзья, я настолько увлекся едой, что я даже забыл запить вино, потому что это дико вкусно. Нет, я пробую сначала просто еду, а потом уже свином. Сочетание прекрасно, но скажи, как тебе... Сейчас, подожди, я еще, да, я пытаюсь разобраться с самой рыбой. Огурцы получились как будто бы чуть-чуть малосольные. А в рыбе, ну, кстати, масло и жир не чувствую. Нет, все это нежнейшее. Это же не с ним, отдается потом. А это вот у тебя прямо в меню есть, да? Как это называется? Судак по-довлатовски. А соус что здесь? Это мисса. Это сливочная мисса. Это мисса паста со сливками и сливочным маслом. Это безумно вкусно. Я уверен, что... Тут и скандинавская история, и французская история, и японская история. Такой фьюжн. А все это у довлаты. Так вот, преслинг с этим прекрасным блюдом сочетается феерически. Особенно по-жимому мату. Еще один, так вот. Сливочный стук, сливочный стук, мочится прекрасно. Иди, а дно. Да, поэтому помним, да, что у нас сложное вино, сложные продукты, сложное блюдо. Это прям вот парочка, которую мы очень любим. Судак-то стоит примерно везем. Меню? Тебе. Тебе. Я не знаю. Я не знаю, где я сочет. Мимо брудан, я так, что 700 рублей не больше. То есть это бутылочка вина, это 5 порций судака. Сразу понимаем, что мы выбираем. Мы выбираем и то, и другое. И то, и другое. Чтобы выбирать, и то, и другое. Слушай, мы вот ты... Вот ты с этим делать мере. Вот смотри. Вот у меня такая же история про блюдо. Машины. Сейчас, быстренько. Ну, чтобы мужики поняли. Насчет не разговаривать, а я продолжаю ездить. Да. Вот, допустим, есть машина. Вот ты покупаешь машину, я покупаю машину. Не понимаю людей, которые покупают машину по принципу надежная, маложирующая и тому подобное. И сразу Toyota. Да? А другие говорят BMW. А BMW покупают идиоты, потому что она много жрет, ломается и все остальное. Я покупаю машину по принципу нравится, не нравится. То есть по такому же принципу надо жениться. Ну, женись на старой толстой бабе, но зато он у тебя гулять никогда не будет. По такому же принципу, мне кажется, и еду ты выбираешь. Не дорого, дешево, не вино другое, а хочется, не хочется, нравится и не нравится. А если ты выбираешь по принципу, я возьму подешевле, ты несчастный человек. Абсолютно. Мой дедушка говорил, я не такой богатый, чтобы покупать плохие вещи. Абсолютно. Я иреческая фраза. Да, и именно поэтому у меня на канале нет-нет, и случаются дорогие вина, да. И мне люди пишут, давай охренели, это для олигархов. Бери кем. Всегда нужно, чтобы было к чему стремиться. Вот у нас недавно был ролик про редкие коньяки от Фоногории. И неудивительно, что самый дешевый стоил 5000, самый дорогой 12500, да. И я, естественно, тут же огрек кучу комментов, что это не для российского человека, рабочие это не купят. Ребят, вот эти штабы читать, во-первых, у нас рабочий, хороший рабочий, может получать гораздо больше, чем какой-нибудь... Особенно сейчас. Особенно токарь, особенно какой-нибудь там, не знаю, вот сварочек на стройке и так далее, у них очень хорошая зарплата, поверьте. И если он захочет, да, выбить хорошего вина или хорошего коньяка, да, он сможет себе его позволить. Поэтому давайте вот эти стереотипы, да, что все должно быть стоить 300 рублей, а все остальное добуржив. Ну оставьте их там в своем советском детстве, где вам эту школу в школе вдалбивают. Нам знали, что тоже это вдалбивают в школе, но мы как-то ушли этой. Я могу сказать за счету коньяка, что, извините, если это эксклюзивный коньяк, которого больше не будет никогда, за 12500, ну, я же не предлагаю его залпом выпить за столом. Он просто должен стоять, и он должен поднимать тебе настроение в самые темные и серые дни в твоей жизни. А я снова расскажу, что недавно я побывала во Франции, где в прекрасной долине Руны мне налили вино за 500 евро, 50 тысяч рублей. И мне было вкусно. Можно посмотреть на канале Минвин, что это за ароматы и вкусы я там нашла. И как мне не стыдно было это пить. Смотрите, пожалуйста, и подписывайтесь на канал Минвин, потому что, в отличие от моего канала, там нет никаких унылых, типа вроде меня, там есть только прекрасная Юля, прекрасные вина, прекрасные страны, прекрасные путешествия. И вообще, качество съемки на порядок лучше, потому что у Юли нормальная съемочная группа. У меня нет съемочной группы, у меня есть только Юля. Ну, Юля просто на телеке долго работала, поэтому у нее есть съемочная группа и все такое. Хорошо, так, переходим, что это? Я продолжаю есть пока еще рыбу, потому что здесь есть еще кусок. А Данил же будет рассказывать, уже не надо пожрать. Да, он сейчас пока расскажет, я всю рыбу доем. Ну, это классическая подача медальонов с картофельным пюре. Вот знаешь, некоторые говорят, ну что, надо вот мусс из гречки сделать надо. Но если вкусно с пюре, почему не надо не дать с пюре? Почему всегда некоторые считают, что это вмещанство? А почему кто-то что-то должен вообще? Вот захотел, и подал. Народ берет, все. И я начинаю, ты вообще не должна это есть. Не хочешь, не ешь, пожалуйста, и одни все. Проблема в том, что я хочу, а я хочу. И к мясу, к мясу идеально. Это жареный лук с белыми грибами, коньяком, горчицей, сметаной и сливками. Это классический, да, это классический, классический соус из белых грибов. Идеальный к мясу. Ух ты, как интересно. Ну-ка. Ну, давай, ну-ка. Давай-ка попробуем. А я сейчас поменять хочу тарелки после рыбы. Да, вот это съем. Да. Я как раз думал, интересно, вот обратите внимание на это внимание. Я обращу. Внимать не парим. Рыба бомбала его просто очень-очень. Так, тормози. Так, и вот он, соответственно, стейк. Это не стейк, это медальоны. Ну, можно назвать их маленькими стейками. Я знаю, что ты ешь непрожаренное мясо, и я этого не разделяю, как любой шеф-повар. Подожди. Она не любит непрожаренное мясо. Она был, да, она убийца мяса. Очень хорошо прожаренная. Вот подошву, пожалуйста, чтобы никаких намеков на вот это вот красное текучее, вот это вот кровь, вот это вот жена. Вот это то, о чем я много раз говорил. Прежде чем делать девушке предложение, надо с ней пообщаться, да, потому что вот вам нравится внешне все, да, вам нравится, как она говорит, как она шутит, как она разбирается в вину, да. И тут вдруг выясняется, что она любит велдан, все. Ну, все. Не просто велдан, это very well done. Very well done, то есть подметку, да? Very well done. Какая может быть счастливая жизнь с такой женщиной, да? Ну, и надо найти мужика, который тоже любит подмотки. Зачем им есть одинаково? Тоже красненько что-то вот. Вот сейчас надо дожаривать, да, да, да. А вот Танин будет лучше? Там будет хуже. 100%. Потому что Данила не является убийцей мяса. Да, ну вот это хуже. Давай, вот, все, что скрою, а давай мне, давай. Вот что ты там не понравился? Well done. Он, она даже режется, вот. Это не мимо, ой. Это мне. Это вообще мимо, мимо красота. Давай там еще что-нибудь мимо найти. Тюрешечку. Вот это вот тоже вот. А ты свои подмотки грызди. А я подмотчики. И соусочек. И соусочек. И соусочек. И соусочек берем, вот еще картошечку. А ничего, что вот пюрешку не до углей вообще? Нет. А, то есть это нормально? Еще вопрос. Да, я даже. Так, значит, с красным винов, правильно я понимаю, с этим? С голубком кто у нас там был? Абсолютно с ним надо. Вот он наш, у нас цемлянский черный. Напомню. И голубок. Субербаш называется трезвая голова, цемлянский плюс голубок. Вот. Ой, а попробуй, как это красное, это раскрылось. Оно сейчас стояло, да. Да, оно очень хорошо. Слушайте, сомсотра, прям очень хорошая история. Очень много, вот прям, засахаренных каких-то таких фруктов. Ежевичка пошла. Больше вернулось лиф. И танины стали менее яркими. Ну вот огонь. Оно стало еще более бахло. Давайте пробовать. Если я этого мяса чуть-чуть подсолю. Сейчас я пойму, что это не перец. Пересол на спине. И досол на столе. Нет, я знаю, ребят, ресторанная тема, они никогда ничего не досаливают. У людей разные представления. Те надо? Нет. Мне надо посолить. Потому что мне посоль идеально. Тебе идеально, а мне чуть-чуть надо. У меня очень вкусно. Рецепторы тупые, я не чувствую, надо больше. Очень хорошо. Как раз вот это мясо идет с красным вином. Потому что танины, сами по себе, они ощущаются сильные. А когда они с мясом, вообще ничего нет. Потому что танины же очень хорошо расщепляют белки, жиры. И вот все просто идеальный мэч. Это очень вкусно. К этому мясу нужно красное вино. Не, вот это красное, прям вишенка. Отлично. Мне очень вкусно. Мне не хочется ничего говорить, а просто хочу есть. Кушай-кушай. Жуй. Юля, я тебе, кстати, могу предложить серию твоих репортажей с фестивалем виноград. Назвать «Принцесса на винограде». На горошине это как скучно. Во-первых, одна горошина вот так не пускает. Там не было репортажей из серии. У тебя были шорты. А, ну, много шорты, да. Шорты, а сейчас все шорты, понимаешь? Данила, мы живем в ужасное время. Берешь, никому не интересно. Наши часовые дегустации, да? Тебе нужны шорты, все за там. Зря ты думаешь, что никому. Я на телевизоре снимался, меня не так узнают, как пусть твоей передачи. Там не подходят люди, говорит, социально ответственно, говорит, обязательно. Я рассказываю. Так недавно было еще. Еще кто-то пришел? Второй человек? И говорит, когда следующий выход, когда мы ждем. А про что? Я говорю, мне не разрешили говорить. Я подписывал. Ну, когда скажу? Вот. И ты совершенно права. Вот насчет тонинов, а я тебе расскажу другую историю. Очень мало кто понимает, как еда взаимодействует с напитком внутри организма. И к вину всегда нужно жареное мясо. Не всегда, но хорошо. К вину жареное мясо, жареная рыба. Это хорошо к вину. Но тушеное мясо, тушеная рыба, это история про пиво. Потому что нельзя пить пиво и заедать его стейками красными. Потому что ты выпьешь бокал пива и будешь вот так спать. Потому что организм будет тратить очень много энергии, чтобы переварить это красное мясо. А когда ты его ешь с вином, вино помогает организму. Оно помогает ему это сделать быстро и максимально полезно. То же самое тушеное мясо. Тушеное мясо, пиво, способствует перевариванию тушеного мяса намного быстрее. Тушеной капусты. Это все ускоряет метаболизм. И ты можешь съесть его много и выпить много. Но это вот как есть немцы, поэтому любят, да, вот эти все тушеные. Рогульки тушеные, капусту, капас. Это как вот есть заблуждение, да, что вот плов обязательно запивать водкой, потому что спирт, жир там растворяет, да. Извините, а вино это кислота, да. Белое вино гораздо лучше растворяет жир, чем водка. Водка вообще не растворяет ничего, она потому что в желудок не попадает. Они даже не видят друг друга, потому что водка впитывается в кровь и все. А, и все? Да. И до желудка нет. Во-первых, как работает... Почему алпии? Есть, знаешь, есть двенадцатиперстная кишка, а есть желудок. А есть желудок. И вот есть алкоголь, он уходит в двенадцатиперстную кишку. А тяжелый продукт уходит в желудок. И они перевариваются в разных местах. Мне очень нравится, как у нас сочетается вот именно это вино. И мясо прям идеальный матч. Я бы сказала, что мне, наверное... Да блин, хотя все вкусно. Да, вот я как думала, что выделю что-нибудь, что вот понравилось. Я сейчас предлагаю устроить маленький батл. Сейчас Данила скажет всю правду о винах, которые принесла Юля, а Юля скажет всю правду о еде, которую приготовил Данила. Давайте вот по чесноку. Чесноку мне все понравилось. А ты что ожидал? Нет, я честно говорю, мне если не нравится, сразу скажу гам. Хорошо, можно я другую вопросу. Юля, ответный удар. Ты тысячи нету. Эти вина есть в винной карте этого ресторана? Включай свой звук. Я не знаю, я же не составляю винную карту. А что они были? Так вот, друзья, я объясню. Некий троянский конь, который тут такой маленький инстрей притаился, да? Заключается в том, что в меню рюмочный, довлатов, вин вообще мало, да? Но есть много калерных позиций, штук 10, наверное. Но они все импортные, да? Вот, я думаю, что это связано с тем, это связано с той же инерцией мышления. Инерцией мышления. Когда приходят гости, да, и ты им говоришь, а давайте вот мы вам нальем Собербашень. Чего? Очень трудно продать. А давайте мы вам Самарское нальем. Какое? Очень трудно продать. Очень трудно. Да, да, это не продажа. Это не продажа. Пиногриджо, вот это все. Вот, люди же знают, а просека, все, вот это знакомство. Как вы говорите, что вот это вот красное довлатовское, а вот это вот белое довлатовское. Подожди, чтобы оно стало довлатовским, оно должно заслужить. И оно сделано в России, и оно вот с этим вот как раз идеально подходит. Над этим мы будем работать. Над этим надо работать нам всем. И каналу Минвин, и первому образовательному каналу, да? Потому что Данила уже поработал, он уже сделал прекрасное меню. И в Бадди Макдениалс, и в Довлатове. Изумительное меню, приходите, вот. А вот над инерцией мышления, когда мы до сих пор предпочитаем импортные вины нашим, ну это как-то... Это как, знаешь, это как вот в Европе очень долго привыкали к тому, что китайское не значит плохое. И сейчас, допустим, когда я был в Европе, я говорю, да это же китайское. Это почему? Китайское это хорошо, это качество. А не ладно. Потому что они не продают туда плохое. Я сейчас не затрагиваю глобальное тело по поводу 15 уровней китайского качества, понимаешь? Это я уже много раз рассказывал, мои зрители знают, тебе один за кадром расскажу. Вот. Раз зрители знают, значит, они поймут, про что я говорю. У нас сейчас стереотип, что все, что русское, плохое. Сейчас уже нет такого, мне кажется, он уже... Он потихоньку отмирает, начинает отмирать. Уже сейчас мы начинаем понимать, что еда наша лучше, повара наши лучше, вина наши, вот сейчас я убедился, лучше хотят... Ну не лучше, с этим нам еще придется. Нормально, и это хорошо, и другое. Лучше. Наши вина уже на уровне. Лучше, легче, хуже. Все разные. Нет, я тебе объясню, в чем лучше. Я объясню. Цена и качество, не будем забывать, что за такую же бутылку в Италии ты отдашь больше. Если ты будешь в Италии, ты ее не отдашь больше. Нет, если ты будешь здесь. А, да, конечно. Если ты будешь здесь. Если ты будешь в Италии, ты ее не отдашь больше, потому что у них безумная конкуренция. Там никто не будет... Больше пяти евро никто тебе не даст за бутылку вина, просто и все. Именно поэтому, друзья, мы вот тут занимаемся здоровым патриотизмом, да, и поддерживаем хорошего отечественного производителя. Хороших отечественных производителей Вин и хороших отечественных производителей Блюз. Поэтому подписывайтесь на канал Минвин, подписывайтесь на первый образовательный алкогольный канал, обязательно подписывайтесь на канал телеграм-канал бать макденилс не проходят розыгрыши и можно выиграть 5000 баллов то бишь 5000 рублей на оплату выдали всех вкусных блюд и еще многих других который вам сегодня и всего вам самого да я хотел сказать вы все еще не пьете российское тогда мы идем к вам не остановимся а с вами мы на этом ставьте лайки подписан на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео то и 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 Субтитры создавал DimaTorzok